В настоящее время подготовлен проект законной Республики Беларусь по государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь, вернее его корректировка изменения, предусматривающий совершенствование механизмов правового регулирования инновационной деятельности и инновационной политики с учетом, естественно, международного опыта и практики применения действующего законодательства в Республике Беларусь в данной сфере. Сегодня реализуется 17 государственных, 10 отраслевых и 6 региональных научно-технических программ. Выполняются не окши по 462 задания, включая 129 новых, выполнение которых начато в текущем году. Что в этом году планируется в рамках программ «Завершить и еще создать»? Это разработка технологии оборудования для поверхностного электромагнитного упрочнения длинномерных и сложных профильных деталей подвески автомобилей «Биванс». Серии новых микросхем на интеграле. Станции электроподзарядки под системой МОД-4 на Витязи, Витебске. То есть мы развиваем электротранспорт, понятно, надо создавать инфраструктуру для зарядки. Ну и в том числе наши и ученые, и промышленники создают собственные уже зарядные станции. Новые сорта картофеля, ну не просто картофеля, а прежде всего столового, высокой урожайности 55-65 тонн с гектар, с комплексом устойчивости к болезням и пригодный для промышленной переработки. Ну и набор реагентов для лабораторной диагностики, коклюша и многие другие. Порядок формирования и реализации научно-технических программ определен постановлением Совета Министра Республики Беларусь номер 961 от 31 августа 2005 года. Ну более десятилетний опыт его применения показал, что в целом документ прогрессивный, но естественно требует своей корректировки. И что корректировки в нем требуются. Мы сегодня живем, конечно, в рыночной экономике, поэтому, естественно, необходимо усилить маркетинговую проработку проектов, заданий, программы в части реализации уже готовой продукции. Вот посмотрели, действительно есть определенная проблема. Разработка научной продукции занимает во времени достаточно большой промежуток. И часто мы не учитываем тенденции развития рынка. Поэтому сегодня будет обязательное требование, чтобы получить государственные деньги, приезжая в программу, это провести маркетинговые исследования. Усовершенствована процедура формирования научно-технических программ. Согласно ранее действующего порядка, проекты этих программ должны были пройти конкурсный отбор на заседаниях координационных советов по приоритетным направлениям научно-технической деятельности. А задания программ подлежали государственной научно-технической экспертизе, проводимой государственными экспертными советами. Сейчас проекты научно-технической программ будут проходить конкурсный отбор и государственную научно-техническую экспертизу на заседаниях государственных экспертных советов. Мы формировали два совета. Одни отбирали конкурс, потом проводили экспертизу, сейчас это все объединили. То есть тот, кто проводит экспертизу, будет координировать выполнение данных программ и сразу проводить конкурс. Это как сократит сроки прохождения этих процедур, так же и улучшит саму систему, потому что те, кто будет принимать решение о выделении денег, потом и будут, как говорят, за это отвечать и координировать данную работу. Субтитры создавал DimaTorzok